итак урок математики ну и на уроках математики мы с вами обычно считаем решаем выполняем различные задания думаем и вычисляем ну и вначале как и обычно мы с вами начнем с устного счета и итак значит мы с вами на предыдущих занятиях выполняли такие рифмические действия как сложение вычитания ну и сегодня немножко коснемся умножения давайте посмотрим на экран посмотрите выражение рассмотрите их внимательно и вспомните сегодня мы немножко затронем умножение и деление давайте вспомним а как же вычислить данное выражение вспомните материал которого изучали ранее ну и конечно друзья мои здесь понадобится нам знание таблицу умножения потому что без нее нам никуда ее нужно знать обязательно если вы отлично знаете таблицу умножения то вы конечно же справитесь с любыми заданиями которые даны и в учебниках и которые предлагаю данный случай я сейчас вам и так вспомнили ли вы как вычислить данное выражение я думаю что вам легко до вспомнили давайте проверим и так чтобы вычислить данное выражение я как уже сказала мы должны помнить таблицу умножения мы с вами изучали когда деление умножения двузначных чисел но мы начали конечно же с устных приемах числений и данный вид мы тоже с вами рассматривали помним о том что если мы хотим 90 разделить на 3 мы должны с вами вспомнить конечно же разрядный состав мы можем где 90 заменить как 9 10 либо как мы с вами уже говорили прикрыть нолик и так а потом его добавить так как он у нас один дон двузначная на однозначные и так 90 разделить на 3 мы из таблицы умножения вспоминаем что 9 разделить на 3 это 3 да еще у нас 0 получается 30 90 разделить на 3 30 аналогично же выполняется выражение 40 разделить на 2 4 на 2 у нас 2 мы помним до 4 десятка разделить на 2 2 десятка 2 десятка это 20 также и умножение вспоминаем 30 это 3 десятка умножаем на 2 будет 6 десятков а 6 десятков это 60 и 40 умножить на 24 40 это 4 десятка умножаем на 2 8 десятков а 8 десятков это 80 я думаю что вы сказали что это легко тнях что это легко и мы с вами вспомнили эти задания и так а посмотрите на данное выражение а данное выражение вы сможете выполнить и вычислить легко да кто-то уже наверное подумал что первое выражение запросто вычислить аналогично то что мы сейчас вами вспомнили только здесь уже дается число трехзначное а на второе выражение посмотрите 100 здесь уже придется немного подумать если даже мы вспомним с вами аналогичный способ то здесь уже нужно постараться и так как как вы думаете о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке наверное догадались конечно же мы с вами начинаем новый раздел которые называются числа от 1 до 1000 и уже переходим к следующим арифметическим действием умножение и деление здесь уже будет сложнее и так ну и чтобы вспомнить как умножать и делить мы должны с вами вспомнить приемы устных вычислений и начнем конечно же с них тема нашего сегодняшнего урока приема устных вычислений умножение и деление то есть сейчас на последующих уроках мы будем рассматривать какие же есть устные приемы вычислений при умножении деление трехзначных чисел и так давайте прочитаем небольшое стихотворение давайте ребята учиться считать трехзначные числа делить нажать запомните все что без точного счета не сдвинется с места любая работа обязательно важен точный счет но так как мы сейчас затронем такие эрифметические действия как умножение и деление как я уже сказала нам приведется ваше знание таблицу умножения иначе если вы к сожалению и не знаете ничего у вас не получится и конечно же решения будут неправильны но а кто знает табличку таблицу умножения тот конечно умничка и молодец и конечно же все задания вам будут казаться легкими но давайте будем работать по теме урока вернемся к нашим выражениям итак посмотрим на первое выражение 200 умножить на 3 конечно же если мы вспомним начало урока мы с вами можем конечно использовать способ заменить разряд разрядным составом то есть 200 это две сотни а две сотни умножить на 3 это получается 6 сотен соответственно 6 сотен это 600 то есть здесь еще легко вычислить то есть мы сегодня с вами будем выполнять действие умножения и деления круглых чисел то есть числа которые оканчиваются нулями ну и посмотрите на второе выражение здесь немножко посложнее и сейчас мы с вами вспомним все приемы устных вычислений только сейчас уже будем работать с трехзначными числами давайте рассмотрим способы и так значит умножение и деление трехзначных чисел которые оканчиваются нулями как же мы будем их выполнять посмотрим на первое выражение которое мы с вами уже разобрали и так мы с вами вспомнили что здесь можно заменить сотнями вспомнить табличку табличку умножения и запросто решить но обратите внимание на второе выражение здесь немножко сложнее но мы также можем воспользоваться способом разрядным составом и так давайте рассмотрим первое выражение мы уже рассмотрели две сотни умножаем на 3 получается 6 сотен и получается это число 600 далее таким же способом можем использоваться и рассмотреть второе выражение 230 это общее количество десятков 23 23 десятка умножаем на 3 для этого сразу вычислить тоже тяжело поэтому мы 23 десятка разбиваем на сумму разрядных слога 20 десятков плюс три десятка получается и умножаем все это на 3 итак ну и здесь поэтапно пока 20 десятков умножаем на 3 это будет 60 десятков и затем три десятка умножаем на 3 это будет 9 десятка мы видим что 60 десятков прибавляем день 9 десятков 69 десятков а шестьдесят девять десятков это число 690 запись получается очень длинная конечно же очень сложно и легко запутаться но если мы с вами вспомним как мы работали с двузначными числами то место разрядного состава мы можем заменить разрядными слогами и тогда такой просто способ окажется нам легче давайте рассмотрим посмотрите ниже если мы при произведении чисел 230 и 3 число 230 заменим суммы разрядных слогами мы можем записать что это 200 плюс 30 затем умножаем на 3 то есть также пока 200 умножить на 3 это уже мы как вы с вами выполнили это просто посчитать 600 до 30 на 3 90 то есть круглые числа вычисляются с помощью таблицы умножения очень даже просто ну и получается 690 согласитесь что данный способ конечно же легче хорошо давайте рассмотрим далее но если нам встречается вот такие числа как мы уже сказали до 240 давайте еще раз вспомним что мы это уже делали с вами как умножить сумму на число я думаю все вспомнили только что мы с вами рассмотрели поэтому этот способ кажется наиболее проще и так 240 разбили на 200 и 40 и затем да все умножаем на 3 первое слагаем умножаем на 3 затем второе слагаем умножаем на 3 и все это складываем и записываем ответ рассмотрим следующее выражение как быть когда число не круглое а все равно есть ноль в разряде десятков например число 203 то же самое используем и заменяем трехзначное число суммы разрядных слагаем и так 203 мы разбиваем на 200 и 3 все это умножаем на 4 опять первое слагаем умножаем на 4 затем второе слагаем и и здесь вычислить легко так ну и умножаем получается 800 и 383 так ну и также рассмотрим аналогично деление тоже трехзначных чисел оканчиваются нулями смотрите на данное выражение то есть также заменяем разрядным составом 9 сотен разделить на 3 это три сотни а три сотни это 300 давайте рассмотрим вспомнили аналогично то же самое ну конечно же деление уже сложнее и тут надо быть всем ученикам быть предельно внимательны потому что определение все-таки чаще допускаются ошибки также рассмотрим аналогично запись следующую если у нас дано число 960 разделить на 3 опять же заменяем общим разрядом десятков 960 это 96 десятков делим на 3 опять же разберем 96 это 90 десятков и 6 десятков все это делим на 3 значит 90 на 3 это 30 десятков 6 десятков на 3 это два десятка 30 плюс 2 32 десятка 32 десятка 320 опять запись получается очень длинная и конечно долго ну конечно же опять же вспоминаем деление суммы на число аналогично мы можем заменить трехзначные число суммы разрядных слагаемых и разделить эту сумму на число 3 которое у нас дано ну и затем результаты сложить то есть так таким же способом как мы выполняли двузначные числа только здесь уже трехзначные давайте рассмотрим еще раз внимательно итак 960 разделить на 3 заменим число трехзначные 960 суммой чисел 900 и 60 и также поэтапно делим первое слагаемые делим на 3 затем второе слагаемые делим на 3 и результаты складываем получается ответ также рассмотрим другой способ появляется новый способ при делении давайте вспомним тоже мы им пользовались с вами итак итак посмотрите внимательно здесь я хочу ваше внимание обратить на данные выражения и вспомнить здесь не на разрядные слагаемые как мы должны разделить она удобные посмотрим если нам надо число 960 разделить на 6 мы из таблицы умножения вспомнить не можем что у нас не делится для этого мы должны число трехзначное заменить удобными слагаемые то есть мы смотрим какое ближайшее круглое число будет делиться на 6 вспоминаем думаем размышляем и приходим к выводу что данном случае мы возьмем число 600 есть значит мы разбиваем 960 и заменяем суммой как 600 и остается 360 теперь удобно нам вычислить до мы воспользуемся удобным случаем 600 первое слагами делим на 6 и затем 360 делим на 6 вот здесь уже опять у нас табличные случаи мы вспомним что 600 разделить на 6 это 100 и 360 разделить на 6 это 60 ну и результаты складываем получается ответ видите да вроде кажется что все нам сложно но если мы хорошо усвоили устные приемы вычислений при двузначных чисел аналогично будет и с трехзначными числами которые оканчиваются нулями для этого мы должны либо воспользоваться разрядным составом чисел вспомнить таблицу умножения либо мы можем способом разбить на разрядные слагаемые вспомнить как умножить сумму на число либо разделить сумму на число либо еще третий способ когда вне табличные случаи встречаются то мы должны разбить на удобные слагаемые вспомнили давайте потренируемся данные выражения попробуйте пожалуйста вычислить используя все эти способы которые мы только что с вами рассмотрели стоит немножко подумать быть внимательно итак но я думаю первый столбик у нас вычисляется проще а вот 2 деление уже посложнее здесь придется подумать сейчас мы с вами проверим я думаю те кто справился и выполнил правильно тот молодец и так давайте посмотрим 303 на 3 конечно же здесь мы 300 пока умножаем на 3 затем 3 получается 909 следующее выражение 206 на 2 опять же заменяем до 200 и 6 200 умножаем на 2 затем 6 получается 412 но вот число 140 на 3 здесь мы должны тоже уже воспользоваться да также разбить на 100 и 40 100 умножить на 3 40 умножить на 3 и сложить сложить эти полученные числа так здесь уже быть внимательно да дальше следующее выражение 360 разделить на 6 ну здесь табличный случай до 36 легко разделить на 6 это 6 да еще 0 60 но рассмотрим следующее выражение 420 разделить на 3 для этого мы должны подобрать удобные слагаемые то есть мы 4 120 разбиваем на 300 и 120 300 делим на 3 100 120 на 3 40 получается число 140 в ответе и последнее выражение 560 разделить на 4 здесь тоже воспользуемся что надо число 560 разбить на удобные слагаемые где каждое число будет делиться на 4 вспоминаем что ближайшее круглое число которое делится на 4 это 400 и остается 160 400 на 4 100 а 160 на 4 40 и получается в ответе 140 я думаю что кто-то на быстро посчитал исправился с этим заданием вы умнички я думаю эти способы вам понятны знакомы но здесь нужно быть предельно внимательным потому что числа уже идут более большие уже трехзначные ну и чтобы не допускать конечно ошибок мы должны помнить про таблицу умножения здесь вам придется способы вспоминать удобные слагаемые подбирать то есть требуют особого внимания будьте внимательны когда будете выполнять определенные задания по этой теме все способы у вас рассмотрены в учебниках вы еще раз можете обратить внимание на них вспомнить эти способы и выполнить задания которые вам требуются и так ну и подведем итоги урока что мы сегодня с вами узнали и чему научились мы с вами сегодня начали изучать раздел числа от 1 до 1000 и перешли к арифметическим действиям умножение и деление что мы с вами вспомнили что есть устные приемы вычислений вспомнили как вычисляли и на основе полученных нами ранее знаний мы с вами сегодня познакомились с устными приемами вычислений трехзначных чисел оканчиваются нулями ну и чему научились конечно же вычислять данные выражения на этом урок у нас закончен до новых встреч